На этой неделе на заседании депутатской фракции Единая Россия Государственного Совета Республики Татарстан депутаты обсуждали вопросы патриотического воспитания молодежи. О том, какая работа в этом направлении ведется в школах, очень подробно рассказала заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Мунибовна Ассадулина. Безусловно, сегодняшняя ситуация требует совершенно других подходов и делается, по словам Алсу Мунибовны, очень много. Но, как справедливо подчеркнул заместитель председателя Госсовета Татарстана, руководитель фракции Единая Россия Юрий Камалтынов, после выступления заместителя министра образования, патриотическое воспитание детей не стоит сводить только к военно-патриотическому. Понятие патриотизм гораздо шире и глубже, сказал Камалтынов, и я с ним абсолютно согласен. Сегодня в некоторых школах наблюдается явный перекос именно в сторону военно-патриотической тематики. Дети в военной форме, дети с автоматами, дети марширующие строем, дети участвующие в реконструкции сражений, это безусловно важно. Но патриотизм, согласитесь, это не только воин. Патриотизм это и человек, работающий на благо всего общества, человек, любящий и облагораживающий свою родину. Я все жду, когда же мы начнем возвеличивать и воспитывать человека, созидающего, творца, архитектора новой жизни. Нефтяник, строитель, сборщик Камазов, конструктор самолетов, ученые, открывающие новые горизонты, должны стать примером патриотизма для наших детей. Вы скажете, ну вот, занудил, где ты сейчас найдешь таких героев? Отвечу. Для меня, например, герой, министр строительства России, наш соотечественник Ирик Файзулин, благодаря которому наша страна сегодня строит столько жилья, сколько не строила никогда. Если наши дети будут ходить в майках с надписью «Мой кумир Ирек», это будет здорово. Или с надписью «Мне по пути с Маратом». Почему бы и нет? Марат Хуснулин, опять же, наш человек, вице-премьер федерального правительства. Он курирует строительство трассы М-12, которое, поверьте, изменит нашу страну навсегда. Я назвал только людей, которых я лично хорошо знаю. А сколько таких в России истинных патриотов, творцов новой жизни? Еще один пример. Компания «Татнефть» по инициативе генерального директора компании Наиля Маганова проводит очень интересную работу по экологическому воспитанию детей. В этот процесс по сохранению природы, восстановлению биологического разнообразия вовлечены и детские сады, и школы, и вузы. Это ведь тоже патриотизм – беречь природу, красоту родной земли. Тимур Бекмурзин о том, почему экологическое мышление нужно прививать с детства. Детские сады, как кузницы инженерных кадров, вы серьезны? Более чем, если речь о детсадах Юго-Востока, именно здесь и формируется слой будущих инженеров, биологов, нефтяников с критическим, экологическим и экономическим мышлением. Пусть на первом и самом раннем этапе образовательный вертикалит от нефти, и пусть самая серьезная подготовка еще впереди, азы закладываются именно сейчас. И бабашки играют в этом процессе важнейшую роль. Если мы поднимем бочку с веревками, с каменем, мы сами поднимем эти бочки. Нам нужно два доска, одну бочку. Бабашки, они, кстати, могут быть и уличными. Это и детская развивающая среда, и сами деревянные блоки. С их помощью у ребенка развивается не только пространственное мышление, способности к конструированию и моделированию, а еще и умение работать в команде, общаться, развивается, как говорят специалисты, социальный и эмоциональный интеллект. Ребенок может исследовать те объекты, которые взрослыми созданы, для того, чтобы ребенок осваивал основные понятия. Там отношение величин, отношение цветов, соответственно, счет, грамоту, ну и так далее. Замки, башни, корабли, мосты и даже целые города с помощью волшебных бабашек юные строители могут все. Обратите внимание на сами конструкции. Не хаотичные строения, а аккуратные объекты. Как правило, возведенные в соответствии с первыми, пусть детскими, но чертежами и проектами. И второе. Сами бабашки изготовлены из экологически чистого материала, натурального дерева. Дети от такой игры в восторге, но показательно, что среди самых преданных сторонников их родители. Данный проект, он сплачивает. Чем чаще родители присутствуют, а мы их очень часто сюда приглашаем, они у нас буквально постоянно строят и с бабашками, тем чаще они проникают больше нашим проектом, да, и вот настолько у них уже есть понимание. Стимулирование творчества, развитие пространственного мышления и все это, чтобы в том числе приобщить детей к поиску инженерных решений, к исследовательской деятельности уже с раннего возраста. На это в детских садах работает каждый метр полезного пространства и соответствующие оборудования, маленькие микроскопы. При этом не нужно забывать, что детям нужны не только обучение и творчество, но и правильное воспитание, основанное на общечеловеческих ценностях. Экологическое воспитание, ответственное отношение к природе и энергоресурсам считают нефтяники не менее важной составляющей формирования у детей нового мировоззрения, основы которого закладываются также с детского сада. Ралина, давай, выходи, сортируй. Как разделять отходы, для чего это нужно делать, почему важно беречь природу и поддерживать биологическое разнообразие. Удивительно, но факт. Не только взрослые, а дети становятся проводниками прогрессивных экоидей и экопроектов. Это также отражается на чистоте и благоустройстве городов и поселков Юго-Востока. Поселок маленький, и весь поселок мы уже видим наглядно, что работаем по экологии, уже видно, какие изменения произошли в поселке, и дети это знают. Бережное отношение к природе и к ее ресурсам – это не дань моде, а философия – это от нефти, тесно вплетенная в ее ДНК. Уже не одно десятилетие компания реализует свои экологические программы, которые культивируются не только на производственную деятельность, но и учат правильному экологическому мышлению подрастающие поколения жителей регионов. Когда-то начиналось все с программ по озеленению, очистке водоемов, благоустройству родников. Сегодня продолжается и дополняется десятками новых эко-проектов и эко-программ, таких как зеленый щит, школьные биолаборатории и другие. Они делали подставки для телефонов, делали горшочки для светлов именно из, получается, вторсырья. Очень важно, что такие современные биоклассы появляются как в городских, так и сельских школах, в которых ребята подчас даже ближе к природе, а значит, более осознанно занимаются этой работой. Ну и, конечно, у ребят, назвать которых деревенскими, как-то язык не поворачивается, проявляется настоящий вкус к научно-исследовательской деятельности, как правило, связанный либо с биотехнологиями, либо с медициной. Вот и ученики 10-го класса Актюбинской школы номер 2 Азнакаевского района Данил Паршин и Камиль Саберзянов твердо решили будут поступать в ВУЗы на биофак. Да мне просто нравится как бы в лаборатории сидеть, исследования проводить. Ну вы уже фактически уже занимаетесь исследовательской работой. Ну да, можно и так сказать. То есть сейчас уже можно сказать, вы хотите на другой уровень уйти, я правильно понимаю? Ну да, более высокий, мировой. То есть я слышал, вы на мировой уже? Ну почему бы и нет. Удивление как минимум страны, говорят нам учителя и ученики сельских школ Юго-Востока. Условия, в которых работает благодаря нефтяникам ребята, действительно мирового уровня. Биоклассы в школе села Мальбагуш Азнакаевского района настоящий образовательный комплекс с интерактивными досками и прочим необходимым оборудованием, лабораториями, современной теплицей. Надо ли говорить, с каким интересом дети усаживаются к микроскопам? Нам очень интересно заниматься здесь. Все столы оборудованы приборами. Еще мы можем заходить в биолабораторию и размножать растения. И затем они пойдут в теплицу, туда мы тоже можем заходить. И уже когда они вырастут, летом мы их тоже сажаем. А мы клонируем растения, только их умножаем методом копирования. И мы хотим в этом году более 150 тысяч уже вырастить и передать именно от нефти, чтобы посадили они в открытый грунт. Это тоже своего рода вертикаль, созданная нефтяниками. На первом этапе школьники занимаются исследованиями, анализом, а затем и приступают к выращиванию растений из предоставленного биоматериала. На языке специалистов это называется микроклонирование. Причем по уровню оснащения школьные лаборатории ничем не уступают аналогичным в НИИ. В сельских школах, как и в солидных исследовательских центрах, стерильный ламинарный бокс, бокс-инкубатор по выращиванию клонированных культур. Следующий этап – теплица, где получают саженцы. Их школа уже может продать и заработать. Покупатели – этажат от нефти и лесхозы. Заключительный этап – высадка саженцев практически в промышленных масштабах. Экологический эффект огромный, но на Иль Маганов особый акцент обращает на морально-нравственный аспект. Обладая вот такой экологической культурой, ни один ребенок, мне кажется, который вырастил сам дерево, он его ломать не будет. Он его ломать не будет. Это здорово, что мы думаем, что будущие поколения, воспитанные, имея такие навыки, выращивая что-то сами, будут придерживаться этой культуры. Второе – дети, занимаясь, они осваивают навыками анализа, обобщения. Они учатся мыслить, творить. У них появляется чувство ответственности. Тимур Бекмурзин и Дмитрий Шлемин – 7 дней.